Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мне 44 года, 4 месяца назад. Я поколения его мужа. Беспокоят эмоциональные качели, каждый день новый сюрприз, от депрессивного состояния до эмоционального срокова. Пугаются чувства одиночества и потери опоры. Как стабилизировать это состояние? Ну, что же, примите мои соболезнования, во-первых, в связи с потерей близкого. Это является психологической травмой и, соответственно, у этого есть определённые стадии. Необходимо каждой из этих стадий пройти. Вы можете почитать про стадии проживания, горы, потери. Близкого человека в интернете. То есть просто какие стадии и как это работает. Вот. Вам необходимо прожить это будет. Это первое. Второе, конечно, в зависимости от того, какие у вас были отношения. Судя по всему, это были отношения от такого плана, что вы были за мужчиной, что мужчина решал все вопросы, вы как бы не делали. Для этого вам нужно, по сути, заново учиться жизнь. Опираться на саму себя. Вот. Самостоятельно принимать решение и брать, в общем-то, под личную ответственность, пожалуй, то, что представляет из себя ваша жизнь. То есть своё окружение, свой досуг, свою реализацию, свой круг общения и так далее. Всё это вам нужно будет делать теперь само. Но, на данный момент, если вы с этим столкнетесь, то, скорее всего, речь будет идти про сопротивление. То есть вы будете сопротивляться этому. Вам не будет хотеться этим заниматься. Вы будете чувствовать обилию. Вы будете чувствовать, вероятно, злость. раздражение. Вы будете чувствовать, вероятно, какой-то страх. раздражение. Ну или что-то ещё. Вот. Это, как мне кажется, крайне важно учитывать, если мы хотим вам помочь. Далее, вот вы говорите про, значит, стабилизацию своего состояния. Прошу меня простить за, возможно, несколько странный вопрос. Но, а зачем вам его стабилизировать? То есть буквально, что вы будете делать, когда если его стабилизируете? Что вы будете делать? На что вы планируете переключить своё внимание? Чем вы планируете заниматься? Когда стабилизируете своё состояние? Это очень важно, на мой взгляд. То есть, знаете ли вы их, как и что будете делать? На мой взгляд, пока что, я опасаюсь, что вы можете не знать того, что будете делать. Да, вам сейчас плохо от этого. Вам плохо от того, что у вас эмоциональные качели. Но простите. Как вы понимаете, что это проблема? Тоже такой вот важный вопрос. Почему это проблема? Я, конечно, не говорю сейчас о том, что это не должно быть проблемой. Напротив. Проблемой является всё, что вы считаете таковым. Вот. Но интересует меня именно то, как вы приходите к тому, что это проблема. От этого зависит направленность, например, индивидуальной работы. Вам в любом случае нужна психотерапия, потому что, как я и сказал, у вас имеет место быть психотравма. В результате потери близкого человека. Вот. И, соответственно, чувство опоры, ну, чувство потери, потери опоры. Вот. Это довольно серьезно. Поэтому есть такое вот подождение, что самостоятельно из этого состояния вам, ну, в прямом смысле, вот, слово «выйти» возможно не получится. Ум. Слишком, мм. с… на мой взгляд, тяжело бы это состояние переживает. Ум. Ум. Так, я думал, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Я бы не сказал, что хорошей идеей является то, что вы как-бы, ну как-бы дистанцируетесь от своего состояния. Как-бы дистанцируетесь от своих переживаний, вы именно, что дистанцируетесь от своих, называя своё состояние чем-то, как-бы что к вам отношения не имеет. На самом деле имеют и очень большого. То есть это всё происходит с вами. Это вы. Это вы. Очень важно это понимать. И стабилизировать состояние без условного такого внимания к себе, да, без заботы о себе и так далее, потому что до этого. Например, у вас заботился другой человек, а теперь вам нужно учиться заботиться о себе самой. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.